Подходящие дроби замечательны тем, что разность между числом и подходящей дробью меньше, чем единица делить на квадрат знаменателя. Даже есть более точные оценки, на левой доске они написаны. Давайте докажем не сложную, но очень важную в идейном смысле теорему. Для любого иррационального числа, цепная дробь которого имеет ограниченные элементы, значит существует такое число m, что все элементы не больше, чем это самое число m. Для числа с ограниченными элементами неравенство альфа минус у грек раздалит на х, меньше единицы делить на лямбда х квадрат, при достаточно большом лямбда, не имеет решения. И наоборот, если множество элементов неполных частных цепной дроби не ограничено, то для любого положительного числа лямбда неравенство альфа минус у грек раздалит на лямбда х квадрат имеет бесконечно много решений. Ну, собственно, все доказательства на левой доске. У нас, когда мы обсуждали, как число расположено по отношению к своей цепной дроби, были такие неравенства. В этой цепной дроби альфа минус, например, ка-дель на ку-катая, не больше, чем единица деленная на ку-катая 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 ку-катая. Смотрите, если элемент а ку-катая 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 ку-катую 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 ку-к То есть, будет бесконечно много таких элементов, которые больше любого конкретного числа. Всё замечательно. Первая часть теоремы про то, что есть ограниченные элементы. Собственно, вот это. Это такой неразм. Смотрите, здесь то же самое букатая. Это накапус первой букатая. Если вы вынесете из этой скобки букатая, то, поскольку k-1 меньше, чем букатая, вы здесь имеете такой неразм. Если у нас все теоремы меньше какого-то числа m, то это выражение будет меньше, чем m плюс 2. Ну или скажем, если они не больше, чем m плюс 2. Ну и значит, вот эта разность, альфа минус букатая будет больше, чем единица, деленная на букатая в квадрате m плюс 2. Правда, вы скажете, что я здесь говорю только про подходящие дроби. А у нас есть теоремы. Если в качестве лямбда взять двойку, то такое неравенство, или больше или больше двойку, то такому неравенству удовлетворяют только подходящие дроби. Поэтому достаточно взять в качестве достаточно большого лямбда, лямбда больше двух и не меньше, чем m плюс 2. И у нас все получилось. Таким образом, если у нас элементы ограниченные, то в некотором смысле это число плохо приближается национальными числями. А если наоборот среди элементов есть сколько угодно большие, то тогда есть и очень хорошие приближения.